А как насчет утверждений, высказанных столькими людьми, о старых ценностях и разобщенности нашего общества в наши дни? Как относиться к невероятному росту рождения детей у подростков или к большому количеству оставивших учебу юных мам, живущих на детской пособии, или к тому, что мир становится безумным? Ваш мир стал неуправляемым. С этим я соглашусь. Но ваш мир выбился из-под контроля не из-за того, что вы разрешили школам учить своих детей чему-то. Он стал неуправляемым из-за того, чему вы не разрешили учить. Вы не разрешили своим школам учить, что любовь – это все, что есть. Вы не разрешили своим школам говорить о бескорыстной любви. Черт возьми, мы даже нашим религиям не позволили говорить об этом. И это так. И вы не позволите, чтобы ваших детей учили радоваться самим себе и их чудесной сексуальной природе. Вы не позволите своим детям знать, что они, прежде всего, духовные существа, находящиеся в теле. И вы не воспринимаете, что дети – это души, вошедшие в тела. В обществах, где о сексуальности говорят открыто, свободно обсуждают, с радостью объясняют и узнают о ней по опыту, практически нет сексуальных преступлений. Есть только незначительное количество неожидаемого появления детей на свет, и нет незаконных или нежелательных родов. В высокоразвитых обществах каждое рождение является счастьем. Обо всех матерях и обо всех детях заботятся. В таком обществе иначе и быть не может. В обществах, где история не подвержена влиянию взглядов, наиболее сильных и властных, ошибки прошлого признают открыто и никогда их не повторяют. Достаточно один раз допустить промах, чтобы ясно понять его вред для самого человека. В обществах, где учат критическому мышлению, решению проблем и навыкам для жизни, а не просто механическому запоминанию фактов, даже так называемое освидетельствованное действие в прошлом тщательно изучают. Ничто не воспринимают на веру, по первому впечатлению. И как это действует? Давай возьмем наш пример из Второй мировой войны. Как был бы рассмотрен исторический эпизод с Хиросимой в школьной системе, где учат навыкам жизни, а не голым фактам? Ваши учителя точно описали бы все, что там произошло. Они обязательно включили бы все факты, именно все, которые предшествовали этому событию. Осознавая, что всегда существует ни одно мнение на любой счет, они попытаются найти взгляды историков от каждой стороны. Они не будут просить учеников запомнить факты. Вместо этого они будут побуждать класс усомниться в услышанном. Они скажут, а теперь вы уже все слышали об этом событии. Вы знаете, что было до него, а что было после. Мы дали вам столько знаний об этом событии, сколько нам удалось раздобыть. И так, исходя из этих знаний, какую мудрость вы почерпнули для себя? Если бы вам пришлось решать проблемы, которые предстояло решить тогда, и которые были решены путем сбрасывания бомбы, то как бы их решили вы? Можете ли вы придумать решение лучше? Ну, конечно, это так легко. Каждый из нас задним умом крепок. Любой может оглянуться и бросить через плечо. Я бы сделал по-другому. Так почему же вы этого не делаете? Прости, не понял. Я сказал, так почему же вы этого не делаете? Почему вы не оглянулись, не научились на своем прошлом и не сделали по-другому? Я скажу тебе почему. Потому что позволить детям заглянуть в прошлое и осмыслить его критически, фактически потребовать, чтобы это было обязательным в их обучении, было бы рискованным, потому что они могли бы не согласиться с тем, как вы вершили дела. А они в любом случае не согласятся. Вы ни за что не допустите такого на уроках. Тогда они пойдут на улицу. Будут махать всякими плакатами, рвать призывные повестки, сжечь лифчики и флаги. Делать все, что взбредет в голову, чтобы вы обратили на них внимание, чтобы заставить вас увидеть. Ваша молодежь открыто кричала вам. Есть решение получше. А вы все не слышите их. Вы не хотите их услышать. И уж, конечно, вы не хотите воодушевлять их на уроках, чтобы они критически относились к фактам, которые вы им даете. «Берите, что вам дают», — говорите вы им. Нечего приходить и говорить здесь, что мы поступали неправильно. Просто зарубите себе на носу, что мы все делали правильно, только и всего. Вот так вы учите своих детей. И это вы называете образованием.